Народ, который по жизни несет в душе частичку своей солнечно-гостеприимной родины. Азербайджанцы всегда приветливы, открыты для общения и непременно одарят доброй улыбкой. Сегодня мы отправляемся на торжество личное, но при этом оно объединяет и поколения, и народы, и сохраняет традиции, национальную культуру. Юбилей Аксакала Азербайджанской диаспоры в Самаре – праздник, знаменательный для многих, причем не только азербайджанцев. Среди гостей – коллеги, с которыми мобил Гудратаглы 20 лет проработал на Куйбышевском заводе «Металлург», где юношу с непривычным для русского уха именем назвали Михаил Гудратович. Когда я учился в Батинском политическом институте, распределение было по всему союзу, СССР. Я выбрал, у меня была возможность взять Красноярск, Иркутск, Кандалакшу, ну и Батинский, Баку, Сумгаид, Чарабад. Я выбрал одно место самого. Не Самара был тогда Куйбышев. Мне понравился порядок, мне понравилось, что есть дисциплина, есть трудолюбие. Все было бы замечательно, если бы я умел бы говорить по-русски. Так как я по-русски практически не разговаривал, у меня сразу начались проблемы. Ну, как мы вышли? Меня назначили, типа, мастером в заводе. Я работать не смог, перешел в рабочий. Плавить металл. Плавичком. Ну вот, полгода где-то плавичком, потом в армию на полтора года. С армии опять вернулся плавичком. Ну, потом вот спругу нашел на производстве. Да, познакомились, она работала в учетнице металла, поженились. После этого, скажем, разговорная речь у меня стала более-менее лучше. Так, мне взял технолога, ну, дальше пошел. Старший технолог, начальник бюро. На производстве молодой специалист обзавелся не только новыми друзьями. Встретил свою любимую, Ольгу. Поначалу родственники будущей невесты к такому интернациональному союзу отнеслись настороженно. Но трудолюбивый и талантливый азербайзанский парень быстро сумел добиться расположения. Ну, понравилось, была симпатия. Есть ли такое сейчас говорят, что-то щелкало. Ну, вот, наверное, у нас тоже щелкало что-то. Ну, понравились друг другу. Вот, так и получилось. Так боролись, как говорится, за свое счастье. Добились. Разные культуры, разные традиции и разные религии гармонично уживаются под одной крышей. Разногласий в семье не бывает. Оказывается, русские и азербайджанские каноны семейного уклада схожи. А любовь разницы в национальностях не знает. У меня мама из семьи казачества, у меня старший брат вообще не саул, но это уже в наше время был. Папа у нас всегда был главой семьи, беспрекословной совершенно. Ну, не то, что подчинялись, уважали мнение, прислушивались. Да вот то, что было у нас, да вот и у них. Я не почувствовала никакого особого перехода. Единственное, что языковой барьер, да, это вот был. Потому что родственники, ну вот единственное, что родственники постоянные, постоянно родственники к нам приезжали. Да, это, это, конечно, в наших семьях такого, наверное, нет, что там родственники могут приехать на полгода на год в гости. Из Азербайджана? Да. Ну, просто в гости на год. Ну, вот так, приехали. У нас и висит и крест, и Коран, и Библия, все, все, ни один другому не мешает. Все находит свое место. Многочисленные друзья семьи уверяют, вот он, лучший пример национальной дружбы. Ну, очень здорово жить в такой семье, потому что у меня два набора праздников. Мы празднуем мусульманские праздники, мы празднуем христианские праздники, потому что моя мама христианка, а папа мусульманин. Соответственно, у нас есть и шаштык, и выезды по всяким мусульманским праздникам. В то же время мы всей семьей отмечаем Рождество, это тоже нормально. Поэтому мне кажется, это здорово. У нас куча родственников, потому что в русских семьях, наверное, нет такой кучи родственников, как у меня, потому что у меня 19 двоюродных братьев и сестер. 19! Я часть из них не знаю. Вот. У нас очень большая семья, и это очень здорово. Моя мама и мой папа, несмотря на то, что они разных национальностей, у них одинаковые ценности. У меня не было никаких противоречий в моем воспитании. То есть воспитание у меня было строгое, потому что у меня и папа строгий, и мама строгая. Так что не было никаких противоречий. Ну, естественно, меня учили быть хозяюшкой. Для азербайджанцев одна из главных ценностей в жизни – это именно семья. И семья может быть большая, но непременно дружная. Самое ценное у них, по моему мнению, это семейность. То есть моя семья для меня – это все. Когда они собираются все вместе, вы, наверное, можете почувствовать, насколько там тепло и уютно. Потому что они все – они очень сплоченный народ. Не знаю, я такого никогда еще не видела, такой сплоченности. Вот это мне очень близко и очень нравится. Самара – вторая родина. Здесь Мамбел-Наврузов живет почти 40 лет. Но родина первая и традиции национальные не забыты. Юбилей празднуют с национальным колоритом. Культуру, язык, ценности азербайджанского народа на Самарской земле помогает сохранить общественная организация – областная лига азербайджанцев. Лига уже более 12 лет работает на территории Самарской области. Мы, я не говорю, что там это нам прямо удается там по максимуму, но мы создали определенную модель. И хотим, чтобы вот по этой модели там дожили азербайджанцы. В семье по этой модели азербайджанцы выстраивали отношения с другими представителями других национальностей, с представителями местного сообщества. Поэтому, во-первых, надо сохранить язык в семье. Во-вторых, вот традиции, те, которые сложились веками, там, да, передавались нам, сохранить, передать будущим поколениям, чтобы не потерять свою самобытность, да, свою идентичность, вот национальную идентичность. Традиции сохранятся, в первую очередь, в семье. Это, во-первых, отношения между людьми. Это отношения, если говорить о традиционной азербайджанской семье, это, если, ну, коротко выразиться, это забота о детях и уважение к старшим. Если, вот, и определенная субординация в семье, там, да. Если все это соблюдается, значит, в этой дисциплине уже ребенок учится с детства. О нем заботится, он видит, как родители заботятся о дедушке, о бабушке. И, естественно, он растет, потом о своих детях также будет заботиться, и о своих родителях. Чтобы молодое поколение, кто родился уже в Самаре, выучили и не забыли язык предков, в Лиге выпускает газету «Очак» на русском и азербайджанском языках, что, к слову, тоже символ дружбы и единения народов. И, конечно, в быту чтят национальные особенности. На праздники непременный ритуал вынос плова – украшение стола. Азербайджанский плов – блюдо особенное, со своим неповторимым вкусом и множеством необычных и непривычных рецептов. Традиционная кухня тоже должна соблюдаться, потому что через кухню и определенные уже признаки гостеприимства, нормы гостеприимства, которые тоже принадлежат определенной, ну, традиционной азербайджанской семье. Когда есть национальная кухня, значит, есть дома и гости. Когда есть гости, есть вот это отношение. А гостей мы ни по национальному, ни по религиозному признаку не выбираем. Ну, Азербайджан, конечно, он первую очередь славится пловом. Есть около 50 разновидностей азербайджанского плова. Поэтому, если даже, ну, взять, посчитать, ну, я могу посчитать около 15. На самом деле Азербайджан тоже многонациональная страна, там тоже есть разные культуры. Поэтому север, юг Азербайджана, они тоже по-разному готовят плов. Ну, для каждого азербайджанца самый вкусный плов – это тот плов, который готовит мама. Вот как с детства мы привыкаем этому вкусу, мы больше никакой плов не хотим признавать, и все. Вот любого азербайджанца спросит, и вот, да, самый лучший плов, он скажет, тот плов, который готовит мама. Потому что, вот, нет двух женщин, которые одинаково могут готовить это. Потому что разный процесс там, да, именно, вот, варят рис, разный процесс там готовят. Там, ну, сладости там, сухофруктов делают, там, мясо отдельно готовится, там, да. И с фруктов делают тоже. Ну, это целая, так скажем, история. Тушпара тоже, это национальная кухня, это как маленькие пельмешки, там, да, только в очень, там, да, в маленьких размерах тоже. Тоже очень тяжелый труд, там, да. Потом пахлава, вот, бакинская пахлава тоже. Вот есть разные виды пахлавы, там, да, вот есть турецкая пахлава, там, да. Ну, бакинская тоже своим вкусом, там, отличается. Но более внимания пищи духовной, а душа народа раскрывается в танце. Как правило, уверенным, стремительным и торжественным. Одновременно плавным и лиричным. В ярких национальных костюмах молодежь лиги, солисты танцевального ансамбля «Хаял» Самир Бабаев и Анастасия Белоусова. Русская девушка 4 года осваивает восточную тонкость азербайджанских танцевальных традиций. Анастасия Белоусова Девушки, когда танцуют, у них больше скромности, больше вот именно пластики в русских. Там открывается русская душа, мы показываем, да, вот русскую душу. А там все-таки уже у женщины больше скромность, больше такая пластичность, нежность. Азербайджанские танцы в Самаре стали моментом, объединяющим народы. В ансамбль берут молодежь независимо от национальности, всех, кому интересна культура. Гостеприимность и дружелюбность, вот я считаю, самое основное, что у них есть и главное. Это люди такие очень честные достаточно. Они никогда не скажут в лицо хорошо, а за спиной плохо. Я такого за ними никогда не наблюдала. То есть хорошие, честные, порядочные люди. Колорит Кавказа звучит в музыке и песне. Связь времен в ритме азербайджанского барабана «Нагара» играет на нем руками. Сглаживает напористый нрав на горы мелодичный и певучий саз. Один из самых старинных инструментов, большая ценность. Изготовить его могут только признанные мастера. Как правило, саз делают из нескольких пород дерева. Но грушевидный корпус обязательно из тутовника. Игра на сазе тоже требует мастерства, обучается которому годами. Искусство азербайджанских музыкантов-ашугов в списке нематериального культурного наследия человечества. А яркая и красивая азербайджанская культура стала богатством и многонациональной самарской губернии. В Самаре, в принципе, вы же знаете, проживает более 150 национальностей. По результатам переписи, последней переписи, это 157. Тут сразу ты чувствуешь, что нет конкретной... Доминирующей нации тут нет, это однозначно. Но тут есть именно доброжелательность людей. Я уже потом, конечно, когда уже начал заниматься... Почему я именно остался жить в Самаре, потом уже... Я уже более 12 лет занимаюсь межнациональными и межконфессиональными отношениями в Самарской области. Я же как эксперт могу сказать, что именно эта среда образовалась благодаря истории Самары. Самарский регион – любимый дом для более 15 тысяч азербайджанцев. Хотя связь с родными краями не прерывается. Так же, как и крепнет связь между Россией и Азербайджаном. Каждый летом я стараюсь ездить. Много у меня родственников, у меня бабушки, дедушка. Поэтому с ними надо повидаться. Одно дело по скайпу общаться, одно дело увидеться. Поближе пообщаться, все родственники увидят. К тому же Баку с каждым годом изменяется, становится все красивее и красивее. Поэтому хочется погулять, посмотреть город Баку еще раз. Хотя, уверяют представители Лиги Азербайджанцев, вдали от Самары тоже начинают скучать. По городу, который стал олицетворением единения и уважения каждой культуре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова